Фирменный спецпоезд Томск-Белый Яр У ветеранов лучшие места. 30 лет назад, вспоминают они, такого и представить не могли. Железной дороги в Верхнекецкий район не было вообще. Мы были в проектировке. Мы начинали с самого начала. Ничего не было. По болотам ходили с длинным шестом. Если провалился, шест лежит, человек держится, помогает ему. Есть даже такие фотографии. О трудностях ветераны вспоминают с ностальгией. К юбилею Большой Комсомольской стройки, так ее называли тогда, написали стихи. Владимир Кирюшкин печатал свой сборник сам. Дома на принтере. Пусть серебром покрылись волосы, но в глубине души остался наша далекая молодость. Трасса Асина в Белый Яр. На маленьких станциях поезд с ветеранами встречают местные жители. К празднику готовились целый месяц. Эта железная дорога, единственная связь с большой землей. Хлеб-соль на каждой станции. Не было бы дороги, говорят, людей жизни на севере области не было. Сегодня и так в деревнях живется непросто. Станция Улу-Юл. Население чуть больше тысячи человек. В советские времена здесь был большой леспромхоз. Теперь от него ничего не осталось. Так вот и живем без работы. Никак. Собственно говоря, и мужчинам сейчас работы тоже нет, потому что леспромхоз распадается. Ничего здесь нет хорошего. Сначала было хорошо, как строительство повелось. Надеялись на его. Ну тут маленькая перестройка, конечно. А сейчас снова восполняется, восстанавливается. Трудно с работой во всех поселках на пути следования спецпоезда. Сайга, Белый Яр. Но несмотря на это жизнь в отдаленных поселках налаживается, считает губернатор Крест. Лес начали добывать почти что в прежних объемах. Выручает и дикоросы. Экономика начинает здесь выправляться. Сказать о том, что она уже тут идеально не могу, но надежды есть. Я давно не ездил на поезде. Я студентам там все пять лет ездил. Поэтому ничего хорошо. Подсаканник это особый шар какой-то. Сам губернатор вот так путешествует по области впервые. Но железную дорогу Верхникетский район в свое время отстоял. Говорит, этой промышленности жизнь. Станция Белый Яр – конечный пункт маршрута праздничного поезда. Ветераны открывают вокзал после капитального ремонта. После чего праздник в местном доме культуры. Западно-Сибирская железная дорога подписала соглашение с областными властями. Ветку Асина Белый Яр будут финансировать по-прежнему. А после 2010 года ее соединят с Красноярским краем. Тогда Верхникетский район перестанет быть транспортным тупиком.